Словарь Удар – это момент слияния двух судеб. Иногда к добру, иногда к беде. Я считаю, покупать стоит. Я решительно против. Акционеры нас осудят. Скажите, миссис Уильямс, что я заеду за ней через час. Проследите, чтобы бумаги попали по назначению. Да. Ну, мистер Дарси, все голосуют против? Боюсь, что так вот. Может, ты сумеешь их переубедить? Джентльмены, акции и дивиденды – это не моя область. Я отвечаю только за свою. Либо я решаю, когда нужны новые мощности, либо я увольняюсь. Мне все равно. Я и сам могу собирать машины на этих заводах. Но дивидендов тогда не будет. Уверен, всем нам нужен Уолт и дивиденды. Проголосуем снова. Кто за новые заводы, скажите «за». За. 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 Единогласно. Поздравляю, Уолт. Поздравьте сами себя. Уильямс, если за эти заводы дерутся и другие компании, сможете ли вы купить их? Смогу. Я их уже купил. Это срочно мистеру Уильямсу. Как дела, Дейла? Ваша жена у донтиста. Я все передала. Хорошо. Это вам. Спасибо. Где документы? Пришли. Брюс проверяет. Ладно. Поздравляю, Уолт. В четвертом пункте не все ясно. Правда? Я поеду прямо сейчас. Позвони юристу. А впрочем, не надо. Я сам съезжу в Санта-Фе и разберусь. Да? Миссис Уильямс звонит. Отнеси это тоже. Пусть Джексон посмотрит. Привет. Боюсь, я задержусь до пяти. Что? Ты не поедешь? Нехорошо. Я думала, доктор Харри сразу меня вылечит. Но нет. У меня зуб болит, и, боюсь, со мной будет скучно. Нет, дорогой, поезжай сам покупать свои заводы. Я пришлю чемодан в контору. А кто же меня поцелует? Никто? Мне надо в Санта-Фе, я заеду домой. Любишь меня? До встречи. Мне не свистнуть с больным зубом. Какой сладкий запах, милая. А мне не сладко. Скорее, кисло. Сейчас док Уильямс поможет. Закрой глаза. Расслабься. Посмотри, тебе станет лучше. О, как красиво. Неплохо. Неплохо. Моя жена говорит, что любит монограммы. Они знак собственности. Когда это она такое сказала? Лет шесть назад. На свадьбе. Она подарила мне рубашку с монограммой. Я храню ее. Надеюсь, директора не узнают, какой ты зайка. Никогда. У меня одно слабое место. Что сегодня случилось? Ты вышел из кабинета с глазами, налитыми кровью и с перышком во рту? Да, я подрезал птичкам крылья. Меня не уволят, милая. Никогда. А как же ты их убедил? Все намеками и уговорами. Вот так. Либо будет по-моему, либо я увольняюсь. Мне все равно. Уолтер! Какой я неловкий. Прости, душка. Только не расстраивайся. Видел бы ты себя. Ладно, Лин сейчас уберет. Не лучший способ лечить. Обижается, доктор. Мне стало легче в ту же минуту. Если ты не торопишься. Но. Я уверена, что к пяти часам. Да, я поеду в Санта-Фе, все улажу и к пяти вернусь. Точно. Постой. Это глупо. Но я возьму такси. Встретимся в Сосолите. Там есть аптека на углу. Я буду ровно в пять. Сразу поедем. Тебе не придется мотаться в час пик и заезжать сюда. Ты просто умница. Где твой чемодан? Лин еще не все вещи погладила. Ты правда приедешь в такси? Правда. Спи, душка. До пяти. Мне пора. Пока. КОНЕЦ МИЖГОРОД БЕРКЛИЙ 79721 Алло. Привет, крошка. Привет. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Оставьте в отеле аэропорт. Скажите вещи Джека Бернса. Джек Бернс аэропорт. Я приеду позже. Да. Только мы стояли, а еще не стея. Это... Вот, купи себе лимонад. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, где же та, что обещала встретить меня в пять? Надеюсь, что все пройдет. Может, найдем другого врача? Да, конечно, я понимаю. Я заеду домой. Нет, не стоит, дорогой. Со мной все в порядке. И еще. Еще что? Я, кажется, провинилась. Помнишь Маргареты из Иллиноэса? А, это самое? Я все понял. Сколько? Тут дело не в деньгах. Просто ее племянник Джим Торренс. Как только ты уехал, он позвонил мне из Беркли. Ладно, поговорим дома. Нет, ты не понял. Надо повидать его сейчас. Что? Ну, он хочет вернуться в Иллиноэс. Так купи ему билет. Нет, я уже предлагала, но он гордый, не хочет подачек. И я, не подумав, сказала, что мы подвезем его до Денвера. С тобой, конечно, было бы лучше. Ладно, где он сейчас? Я велела ему высматривать кремовый Покарт, если мы не узнаем друг друга через столько лет. Милый, ты прелесть. Ты простил меня? Еще бы. Я пошел, а тут Джим разволнуется. Пока, душка. Я люблю тебя. Я тоже. Будь осторожен. Береги себя. Зайка. Пока. Дейла. Миссис Уильямс со мной не поедет. Каждое утро посылайте ей парозию. Да. На карточке написать. Люблю твой зайка. Да. За. И краткая К. Эй. Вы Джим Торрентс? Да. Он самый. Уолт Уильямс. Привет. Привет. А где Айрин? Она неважно себя чувствует. Едем. Жалко. Я хотел повидаться. И мне жалко. Где багаж? Все на мне. Так проще. Так вы едете в Иллинойс? Да. Дела идут, неважно? Налога с меня не взять. Чем занимаетесь? Скорее, торговлей. Я могу дать вам пару рекомендаций? Да. После армии мне туго. А где вы служили? В Третьей армии. И как оно? Да тяжко. Только в Италии ничего. Третья армия не была в Италии? Верно. Но штатские, как правило, этого не знают. Считай, что надул меня. Хочешь перекусить, Джим? Спасибо, я уже съел гамбургер. Правда, невкусный. Ты уверен? Да, я передохну. Ладно. Доллар разменяете? Да. Спасибо. Сан-Франциско. Клондак, 2-6-7-1-4. Клондак, 2-6-7-1-4 не отвечает. Попробуйте, 7-0-1-2-9-9. Апартаменты Бельвью? Да, мистер Уильямс. Нет, служанки, нет. Она сказала, что миссис Уильямс выпила снотворное и легла спать. Я могу... Нет, нет, не надо. Передайте ей, чтобы забыла об одной проблеме. Записала, сэр. Вы просите ее забыть об одной проблеме. Зайка. За и краткое К. Зайка позаботится о родне. Так? Да, верно. Она поймет. Передайте ей утром. Да. КОНЕЦ 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 Вот и вы! Я давно не сидел за рулем, только в армейском джипе. Решил попробовать. Может, поведешь? Правда? Буду только рад. В? 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 ВО Скажите, у Айрин остался шрам? От того падения? Да. Почти не видно. А вы откуда знаете? Он с прошлого лета, а вы не виделись. От Маргарет, конечно. Она мне все в письмах пишет. Маргарет будет вам рада. Айрин говорит, что вы ее любимый племянник. Боюсь, кузина мне польстила. Вы не знаете, Айрин. Может быть. В чем дело? Колесо спустило. Да, полностью. Ну, за дело. Эй, аккуратнее. Там пропасть. У вас фонарик есть? Наверное. Доставайте монтировку. Нашли? Да. Управимся быстро. Ну, поехали. Минутку. У вас запонка выпала? Что-то упало. Я точно слышал. Может быть, под машиной? От нас с Айрин. Эй! Эй! Вам помочь? Нет, нет. Порядок. Ладно. Счастливо. 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 КОНЕЦ Ключи КОНЕЦ Вам помочь? КОНЕЦ Псих какой-то. КОНЕЦ 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 Если муж задержится, нам придется торопиться. Спасибо. спасибо миссис бэрнс номер 302 отель аэропорт мистер и миссис бэрнс айрин с этим типом айрин с этим типом береги себя зайка зайка а 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 по карт 7 е 212 владелец уолтер уильямс авария на шоссе водитель обгорел до неузнаваемости м а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, миссис Уильямс... Он погиб? Да. Уалтер! Я так и знала! Говорила ему никого не подвозить! Он и не подвозил. Это авария. Он врезался в цистерну с бензином. И он сгорел? Он превышал скорость. Думаю, он ничего не почувствовал. Если это всё, лейтенант... Да, я понимаю. И восхищаюсь вашим мужеством. Всего доброго. Береги себя, зайка. 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 Граница штата Невада. Готов? Да. Уильямс был крупной шишкой. Начинал в Universal Motor с механиком. А через 10 лет стал главным. И вознёсся в пламени. Да. Поехали. Зайка. 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 Это тип. Мог мистер Бернс улететь в Мехико более поздним рейсом? Понятно. Да. Да? Принесли телеграммы? Подсуньте под дверь, Сулин. Извините, Куинси из полиции хочет вас видеть. Пусть подождёт, Сулин. Выражаем глубочайшие соболезнования. Эвелин и Херб. Миссис Уильямс примет вас. Подождите. Святы для миссис Уильямс. Спасибо. Мистер Уильямс всегда посылал ей розы. Вам он нравился? Сулин служит здесь уже пять лет. Простите, что заставила ждать. Я не стал бы вас беспокоить, но приходится. Вы очень внимательны. Присядьте. Люблю твой зайка. Все очень... ...внимательны. Естественно. Простите. Мне уже лучше. Так в чём дело? Дорожная полиция обнаружила, что следы на дороге виляют. Точно ещё до аварии машина потеряла управление. Скажите, мистер Уильямс водил осторожно? Да, он водил быстро, но осторожно. А он любил... ...выпить? Нет, что вы. Он был здоров? Он мог потерять сознание за рулём? Нет. Он был вполне здоров. Но в последнее время очень уставал, много работал. Возможно, он мог заснуть за рулём. Бедняжка. Если бы я поехала с ним, он был бы жив. Кто знает. Не вините себя. Это уж как судьба решит. Ваш платок. Когда поезд на Сан-Франциско? Завтра в 10. А раньше нет? Увы, нет. Соединяю. Эвенстон. Звонят миссис Маргарет Хаббард. Эвенстон. Минуту. Звонят миссис Маргарет Хаббард. Да. Междугородняя. Вам звонит мистер Джеймс Торренс. Кто? Мистер Джеймс Торренс. Племянник Джим Торренс. Ваш племянник Джим Торренс. У меня нет никакого племянника. Сэр, миссис Хаббард говорит. Мистер Джеймс Торренс. 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 Что с вами, сэр? Похоже, вам нужен врач. Врач? Вот там, через дорогу, живет док Бендер. Да. Врач. Справитесь сами? Да. Справлюсь. Врач Генри Бендер. Третий кабинет. Аккуратнее. У вас сотрясение мозга. Ходите осторожней. Да. Красавица-вдова Уолтера Уильямса. Во время отпевания она сидела в семейном ольхове. Правильно. А то могли заметить ее клыки. А это что? Уолтер Уильямс. Уильямс? Уильямс? Тот, который... Откуда же у нас его портфель? Что-то тут не чисто. Стой. Не трогай. Позовем полицию. Отпечатки пальцев с портфеля Уолтера Уильямса, погибшего в Калифорнии. Проверьте в архиве правый большой указательный и безымянный пальцы. Сообщите в Сан-Франциско. Джи Би Фитцпатрик. Глава департамента полиции. Капитан Кэллахан. Да. Есть ответ из Вашингтона. Отпечатки Джеймса Торренса. Куинси с ним работает. Новое лицо в деле Уильямса. Вот отчет из ФБР. Он втирается в доверие к богатым женщинам. Осталось его найти. Именно, найти. А искать его придется всюду, до самого Сакраменто. Писточка. Есть адрес его сестры, миссис Джозеф Розетти, апартаменты Эрвин Беркли. Давай, Куинси, за дело. Торренс, оставил свой новый адрес? Нет, сказал, что пришлет его. Простите за беспокойство. Лейтенант, если услышите о нем, сообщите мне. Он не заплатил за телефон и за стирку. Стирку? Можно взглянуть? Мне придется забрать. Только под расписку. Вы не верите полиции? Я не верю никому. Я тоже. Но надо же. И на рубашках тоже. Похоже, у него была дама. А вы ее видели? Никогда. Но она тут бывала. Дивные духи. Небось, богатая вдова. Возможно. Его счет за телефон. Недурно для бродяги. Элегантный бродяга. Портниха сказала, что это заказала некая дама. Как и своему мужу. Только его инициалы УУ. Примечательно, правда? А посмотрите на это. Это из его белья. А это Айрин. А У может быть Уильямс. Да. Капитан Кэллахан. Алло. Привет, Фридс. Ну. Зачем? Так. И что? Оба номера. Отлично. Отпечатай и подпиши. Это нам поможет. Фридс обнаружил, что с телефона Торренса звонили на номер Уильямсов. Причем в обе стороны, в том числе седьмого и восьмого. Именно восьмого Уильямс и погиб в аварии. Этого хватит для задержания. Поезжай за ней. У меня есть одна мысль. Возможно, возьмем обоих? Не надо тяниться в руке. Очень полезная птица. Я бы не трогал даму. Но... Я знал, что ты согласишься. Лейтенант, я как раз ухожу. У меня поразительные новости. Я приехал, как только смог. Входите. Спасибо. Лейтенант, я очень рада слышать о этой новости. Да. 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 Возможно. Но боюсь, убийца уже за границей. его не найдут. Почему, миссис Уильямс? На портфеле были отпечатки. В Вашингтоне его опознают. Его описание пошлют во все участки. Мы найдем его? Да. Но пока предпочтительно молчать, чтобы не спугнуть убийцу раньше времени. Да, я... Я вас понимаю. Я знал, что вы поймете. Может, вы узнаете его по имени и подскажете нам мотив. Это возможно. Постараюсь помочь. Конечно. Ну, спасибо, мне пора. Я сам закрою дверь. Не волнуйтесь. Счастливо. Счастливо- Çünkü Н zrobилось. На Quem посмотрите... ... КОНЕЦ Мистеру Джеку Бернцу. КОНЕЦ Маргарет Хаббард, Эванстон, Канзас. Спасибо за твоё письмо, Айрин. Доллар 35. После букв Д, Ж всё смазано. Она писала сверху с большим нажимом. Пропечатались только буквы между слов и перед ними. Вот Р, Н, С в конце имени. И это Л, Центр, перед словом Эванстон. Куинси, тебе пора на пенсию. Это не доказательство связи Торренса и миссис Уильямс. А что заставило её телеграфировать? Порядочность. Надо было брать её сразу. Теперь Торренс всё знает. Пойди его, найди. Разве что она телеграфировала из дома. Идём, нас там ждут. Айдахо. Добро пожаловать в Ларкспур. Население 4501 человек. Неплохо, а? В Айдахо таких больших городов немного. Оога. Айдахо. КОНЕЦ Вы пытаетесь раздолбать двигатель? Да, это мое хобби У вас здорово получается Дайте Мне жаль, прекрасный двигатель Заводите Ну, заводите Хватит А вы не механик Руки не те Это мое хобби Ого Что у вас с головой? Много спрашивал и мало слушал Ясно? Все ясно Спасибо, Хил Пока Все в порядке Можете передать это боссу Я сама босс Новые машины мне не по зубам Со старыми справляюсь А механиков не найти? Нет Все на фабрике в Мэнсвелде Там платят лучше Ясно Да Сколько с меня? Ничего Но я пошел Давайте я налью вам куки Марша, можно позвонить? Конечно, Бен Ходи, дозвонись тут 6-5-0 Утром колесо спустило А тут мотор заглох Вот Гараш Милсона? Нет, нет Номер правильный Звоните от меня Очинитесь у других Стыд Другой номер 6-5-0 Ты славная девушка Заправляюсь я У тебя И дальше буду заправляться Но машину больше не доверю Занята? Всегда занята Черт Погодите Есть идея? Вы согласны помочь дядюшке и Бену? Конечно Где машина, мистер? Я попытаюсь Вы разбираетесь? Прекрасно И недорого Тебе повезло Нанимай его А это мысль дяди Бен Идем Спасибо за коку Не за что Дядю Бена починили Просто карбюратор засорился Пока Он заплатил вам? За что? Всего минута А вы не из корыстных Дайте Странное дело для девушки Выбирать не приходится Так надо Не для вас это дело Не думали сдать в аренду? Сдавала Пока муж был в армии Но когда он погиб на Окинаве Да Мы такие планы строили Я решила, что смогу сама справиться Это непросто Я справлялась До последнего времени Пока механики не разбежались Мне нужен Хороший механик Да Вот именно Скажите Да или нет? Вы согласны работать? Вы возьмете незнакомого человека? Вы разбираетесь в машинах? Как вас зовут? Ну? Ну что ж Да Я согласен Пока не найдешь замену Я Билл Уокер Славно, Билл Порешили Может, вы захотите остаться? Вряд ли Куда это? На полку? Да Марша Марша Родился Мальчик 4 кило Плечи как у борца Поздравляю, Эд Отлично Да, все отлично Пойду в магазине Расскажу Чуть не забыл Спасибо, Эд Прости Другим не хватит Ура Хотите конфетку от обалдевшего папаши? Спасибо Мы не говорили про деньги Может, я не потяну? Решим, когда поймете, чего я стою Пока делать нечего Я бы побрился и нашел комнату Мы живем рядом Я спрошу у мамы Как тут тихо Я утром заметил Да, у мамы это получается Она всех пристраивает Бродячих кошек Бродячих механиков Вы уже не бродячий Я позвоню Я позвоню Эрл? 674 Миссис Уэстон, мама там? Привет Отличная новость Я нашла механика Да Нет Нет Ты его не знаешь Он не здешний Ему нужна комната, найдется? Ладно Говорит, надо познакомиться Приходите ужинать Пирог яблочный или вишневый? Вишневый Вишневый Пока Теперь надо побриться Где тут парикмахерская? Там, совсем рядом Скажите Джо, что работаете у меня А потом пойдем ужинать Спасибо Спасибо Вы воспитанный юноша Спасибо за юношу Спасибо, Господи, за доброту Твою Благослови трапезу нашу И нашего нового друга Надеюсь, вы голодны Еще бы Марша ест, как птичка А работает много Вашу тарелку Надеюсь, теперь ей станет легче Спасибо Ей легко не бывает Во все вкладывает душу Мама, переключись на Билла Нашла ему комнату? Почему бы не здесь? У нас свободная комната И... Готовлю я вкусно Вкусно Очень милая, миссис Кинг Но я вас стесню Неправда Это бизнес? Я буду вычитать из вашего жалования Марша, как грубо Мы будем вам очень рады Еще салат Спасибо Миссис Кинг, я согласен Можно хлеба? Простите Полиция ищет любовника Жены Уильямса Счастливо Счастливо Это нравится Нравится Когда работаешь Не думаешь О другом Билл Вас что-то мучает Надо забыть Каким образом, доктор? Ампутировать Чтобы не болело Надо перебрать двигатель Это дорого Знаешь, Билл Такое дело Денег нет Разберемся Эй, босс Перебрать Эду двигатель? Ну Да Если взаимозачетом Нет Не выйдет Я сделаю В свободное время Спасибо, Билл Увидимся вечером Неплохо, а? Да Я отец Пока, Марша Пока Пока Славный У них правда денег не густо? Да Им нелегко приходится Почини им машину подешевле Лучше бесплатно Я так и думал Пусть Будет подарок на юбилей Какой юбилей? Три месяца Моей работы здесь Время летит Мне повезло в тот день Дела сразу поправились Я рад Я тогда так не думал Слушай, босс Давай сходим в кино Эд и Джейн Идут Малыши оставят маме С удовольствием Сто лет не было Отлично Клиент Свежие новости Айрин Уильямс Обвиняет в убийстве Я Шейла Грейв Последние новости Об убийстве Уильямса Айрин Уильямс Задержана по подозрению В организации Убийства мужа Полиция ищет Джеймса Торренса Любовника миссис Уильямс И соучастника в убийстве Заведение вашего дела Миссис Уильямс Я попрошу Треть вашего наследства Вы, видно, не понимаете Каково мое наследство А вы не понимаете Где вы Отпечатки Торренса Остались не только На портфеле Уильямса Но еще И на вашей репутации Детектив Куинси Умный человек И он вам не друг Я не уверена, мистер Уорнер Друг ли мне мой адвокат Недооценивать силу врага Довольно опасно Можно устроить суд Пока Торренса не нашли И вас оправдают Но Если его найдут Придется им пожертвовать Нет Ну ладно Не будем об этом Но если дойдет до выбора Вы его сделаете, верно? Вы сегодня были мрачным Что сегодня? Простите, босс Считал сосульки Не время Уже весна Все-то вы знаете Нет К чему еще вы привыкли? К хорошей доставке газет И вообще, Калифорния Края возможностей Я думала, вам тут нравится Да Очень Город Люди И босс Спасибо И вы нам нравитесь Не представляете, сколько о вас спрашивают Что именно? Ну Откуда вы? Женаты ли? Останетесь ли у нас? Вчера спросили Не вступите ли в пожарную команду Ну и всякие мелочи Наверное, это естественно Когда появляется чужак Как я Знаете, я подумал Может, зря мы вчера Пошли в кино Одно дело На работе С мамой Так во всех маленьких городах Всех всегда Женит Не обращайте внимания И все забудут Пойду переоденусь Пойду переоденусь Пойду переоденусь Субтитры создавал DimaTorzok Вот так я проводил воскресенье в детстве. Хорошо поспали во время службы? Я не все время спал. Просто прикрыл глаза. Ах, вот оно что! А носом клевали. Ладно. Не мешайте думать о прошлом. Тот же запах. Те же пчелы в том же клевере. Кто в деревне родился? Нет, я перекати поле. Но когда-нибудь надо осесть? Когда-нибудь. В Ларк Спурия осесть несложно. Правда? Да, здесь хорошо. Хорошо что? Не знаю ответа. Вырванная страница. Ты женат, Билл? Да. Женат. Она сделала тебе очень больно. Ты кого-то боишься. Может, себя? Может, так лучше. Никому не больно. От ненависти всем больно. Пойми, Билл. Она как стена, которая загораживает солнечный свет. Замени ее чем-нибудь другим. Сегодня день наставлений. Прости. Мама говорит, что давай советы и не разбогатеешь. Где-то пожар. Идем. Пожарная станция. Пожарная станция. КОНЕЦ Девушки отдыхают Миссис Уэсли прислала варенье Вы помогали варить Спасибо Док забрал машину и оставил меня обедать А где босс? Пошла в библиотеку Ну и денек Вы чините мои носки? Не ходить же вам с такой дыркой Я нашла их, когда несла вам газету Вам многое надо чинить, да, Билл? А Марша знает? Зачем же? Если я узнала Это не дает мне право говорить другим Даже ей Людям надо доверять Они сами во всем разберутся Вы очень умная женщина Учтите Куда легче быть терпимой в 50 лет Чем в 25 Да, мэм Пойду к соседке Она приболела Мама! Билл, ты дома? Билл, ты там? Да Мама ушла к соседке Привет Ты давно пришел? Около шести В чем дело? Входи Надо поговорить Я уезжаю Что-то стряслось? Нет Просто мне давно Пора двигаться дальше Пора Почему, Билл? Я не Билл Не Билл Уокер А Уолтер Уильямс Покойный Уильямс Уолтер Уильямс? Я не понимаю Это трудно понять Но я расскажу Садись Потом Ларкспур И ты Дальше ты знаешь Ты должен вернуться назад Назад? Нет Ни за что в мире А помочь жене? Нет Пусть сидит в тюрьме? Нет, Билл Почему? Они с этим типом Пытались меня убить Но не убили Кто сказал? Пускай докажут Нельзя судить За то, чего не было Билл, слушай Я знаю Она это заслужила И она это получит Нет, Билл Ты должен забыть О своей ненависти И простить ее Да Тяжело быть обманутым Любимой женщиной Но быть судьей Ты не можешь Ты не можешь Разбить ей сердце И сломать ей жизнь Жизнь Я был влюблен Как мальчишка И женился На женщине Которая Так меня презирала Что решила убить Все прошлое Отравлено Меня унизили Уничтожили И сердце твое Закрыто для всех Даже для меня Билл, прошу Не лишай нас Шанса на счастье У нас нет шанса Добро не окупается Я знаю Подставь вторую щеку Ударят монтировкой Прости, босс Постарайся простить Добро не окупается Мальчик Четыре кило Вот так я проводил Воскресенье в детстве Вам многое надо чинить Да, Билл Береги себя Зайка Зайка Ты должен забыть о ненависти И простить ее Да Тяжело быть обманутым Любимой женщиной Но быть судьей Ты не можешь Ты не можешь Разбить ей сердце И сломать жизнь Билл, прошу Не лишай нас Шанса на счастье Билл, прошу Городской суд Миссис Питерс Приехала сюда Чтобы подтвердить Мои слова Спасибо, миссис Питерс Мистер Уильямс Когда вы узнали, что ваш убийца Был близким другом вашей жены Вы испытали шок? Мои чувства сейчас не важны, лейтенант Я буду у себя на работе Идем марши Минутку, мистер Уильямс Чтобы отпустить вашу жену Нужны письменные показания Их отпечатают Да Ладно Войдите Садитесь Миссис Уильямс У нас новости Правда? Какие же? В машине был не он, а Торренс Джим Погиб Это ты Ты убил его Нет Но он думал Что убил меня Он врезался в грузовик Просто авария Авария? И ты столько ждал? А я гнила в тюрьме? Притворялся мертвым? Удобно, да? Мертвецов не судят Мистер Уильямс Возможно, вам стоит Рассказать жене Об амнезии Амнезии? Не дурите мне голову Где он был Все это время? Он работал механиком В маленьком городке В Айдаху В гараже Миссис Питерс Я все поняла Теперь ты будешь просить развода О котором я умоляла, чтобы выйти за Джима Это выдумки Вот именно Мистер Уильямс не знал своего попутчика Это ложь Они договорились заранее По закону Жене нельзя свидетельствовать против мужа Убивать можно? Я не отступлю До самого конца Я согласен, капитан Продолжай Говори Он Он собирался в Денвер И требовал, чтобы я тоже поехала Перед отъездом Он Зашел домой Избил меня И обещал убить, если не брошу Джима Лучше бы убил Потрясающе Ни одного слова правды Понятно Миссис Уильямс А свидетели были? Нет Правда, может Служанка слышала Он Бросил в меня вазу Она убирала осколки Где она? Не знаю Она внезапно уволилась Прошу Мы можем прерваться? Мне нехорошо Миссис Уильямс Заседание суда завтра в 10 Все Вы задержаны, Уильямс За что? Подозрение в убийстве Но он не виноват Это мы скоро выясним Оформим Миссис Уильямс Смогла вас убедить? Нет Но и вам мы не поверили Идем Едем к Уильямсу в контору Давайте накопайте к суду Все, что можно Ладно, шеф Да, Том Не упусти ничего Узнай все про Уильямса и Питерс Так вы поверили этой Арины? Она говорила убедительно Она лучше врет Я видел эту скорбящую вдову Хорошо играет Пусть суд решит Уильямс сам напросился И зря Зря Особенно с этой молодкой Но он вряд ли мог убить Что-то здесь не так Поищи Вайдаху Если тебя не затруднит Вам будет плохо, когда я через год уйду на пенсию Буду помогать вам по дружбе Привет, Уильямс Мистер Уильямс Да, ну и работка у вас Простите, Уильямс Так Плохие новости, судя по вашим лицам Суд вынес решение против вас Мистер Уильямс отпустили Ясно Не волнуйся, Уолт Скоро ты вернешься к работе Идем, Элдридж Там куда более красивая посетительница Мы уходим, миссис Питерс Но помните Мы всегда готовы вам помочь Спасибо вам Привет, босс Билл, что я наделала? Из-за меня ты здесь Да, из-за тебя Я вернулся Потому что хотел разделять твои убеждения Я разделяю В любом случае Хочешь мне помочь? Да Поезжай домой Там будет лучше Ни за что Ты от меня не избавишься Я уже большая Совсем большая Я был в Ларкспуре И привез эти вырезки Данные устарели Но они не в вашу пользу Ну? Они очень плохо вяжутся с амнезией У вас все не вяжется Поймите Полиция вовсе не пытается вас осудить Мы собираем факты И ищем истину А истина вредит Только лжецам Но не красавицам Вы сами начали, Уильямс Сами Я не причастен к смерти Торренса И вы совершенно случайно Подобрали попутчика Который случайно Оказался любовником Вашей жены? Нет, Уильямс Надеюсь, в суде Вы скажете правду Но вам понадобится доказательство Для присяжных Подождите Билл, мы знаем, ты не виновен Но нам надо это доказать Лейтенант Куинси Не должен быть пристрастен Но мне кажется Он на нашей стороне Расскажи ему все Все Прошу Я хотел Очень хотел Следовало сказать Раньше Но мне Не хотелось Грязи Ну? Никаких следов Ладно, миссис Питерс Хватит играть в детектива Полиция тут сто раз Все просмотрела И прочесала Послушайтесь, Уильямс Возвращайтесь в Ларкспур Который час? Четыре Мы успеем вернуться И поискать Су Лин Ее и так ищут С самого начала Лейтенант Служанка Наша последняя надежда Надо ее найти Но как? Она ведь получала гражданство Черт ты дьявол Куинси, ты идиот Это Су Как ее? Китерянка Значит, Сан-Франциско Должно быть ее досье Едем В город Отдел иммиграции Надеюсь, они не ошиблись Можно войти? Вы поняли? Знаете английский? Еще французский, итальянский и иврит Что вы желаете? Нам нужна Су Лин Чун Нам сказали, что вы ее дядя Она моя племянница Она поступила недостойно О, нет У нас к ней есть несколько вопросов О ее бывшем хозяине Я хотел бы указать, где она Но то, что неведомо Нельзя высказать Но если узнаете о ней Сообщите нам Су Лин Ложь не укрепляет душу И не ведет к мудрости Доброта важнее, чем мудрость Су Лин обязана молчать А ты молодец Тебе это уже говорили Ты мне льстишь Выход есть Давай искать Вряд ли, босс Завтра посмотрим Завтра будет суд Билл, я боюсь Сегодня суд намерен доказать Что обвиняемый Уолтеру Биллиамс Совершил преднамеренное убийство Убийство Джеймса Торренса Убив свою жертву Он направил свою машину В цистерну с бензином Предварительно покинул ее А сам скрылся Спрятавшись в кузове грузовика Три месяца он скрывался От правосудия А его жена томилась в тюрьме По обвинению в его убийстве Потом он все же воскрес из мертвых И попытался Объяснить Своё долгое отсутствие А также то, что позволил Продержать его жену Три месяца в тюрьме Дамы и господа Это было преднамеренное убийство Он должен понести наказание Переходим к свидетелям Капитан Кэллахэн Уильямс сказал Как он излечился от амнезии? Нет Но он сказал Что напавший на него человек Был случайным попутчиком Да Он не знал о его связи с миссис Уильямс Пока не прочел об этом в газете Именно так Спасибо, капитан Еще вопросы? Вопросов нет Нет Амнезии не было Было сотрясение мозга Он был потрясен Но в своем уме По-вашему, доктор Могла рано быть следствием падения Да Он мог удариться головой о камень или металл Спасибо Все Теперь вы Мистер Бендер Известно вам, что такое монтировка? Увы, да У меня часто спускают шины Могла ли Тарана Быть нанесена монтировкой? Да Вполне Спасибо, доктор Вырезки сильно помяты Словно их носили в кармане Спасибо Скажите, лейтенант Куинси Где вы их нашли? В спальне мистера Уильямса В доме миссис Питерс В Ларкспури, Айдахо Это ваш почерк? Да, это я писала Это второй экземпляр Прочитайте вслух 9 июня, 9 вечера Для миссис Уильямс Пентхаус Д Мистер Уильямс просит забыть о некой проблеме Зайка позаботится о родне Вы говорили с ним? Я спросила, что еще Он сказал, она поймет И рассмеялся Убил и смеялся Процесс против Уолтера Уильямса У обвинения немало улик Уильямс был мрачен, когда вернулся к себе в камеру Чем закончится дело, пока не ясно Но хорошего ему ждать не приходится А после того, как Торренс якобы ударил вас Сказав от нас, Саирин Вы все же позвонили в Иллинойс и справились насчет племянника Вас трудно убедить Разве не естественно не верить в измену жены? Трогательно слышать это от мужа, засадившего жену и убившего ее любовника Это ложь Ваша честь, я возражаю против выводов, сделанных обвинителем Ваша честь, но любовник был убит Это установленный факт Возражение принято Есть версия вашей жены, которую вы убедили говорить при свидетелях Есть также две ваших собственных версии Одна с неизвестным попутчиком, другая с кузеном Джимом Несомненно, их несоответствие СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Суэлин! Затем такси. Затем такси. Скорее. Затем такси. Затем такси. Затем такси. Затем такси. Затем такси. Вы ошиблись. Я не ошиблась. Она здесь. Она нужна мне. Она может спасти жизнь человека. Я пришлю ее. Затем такси. Затем такси. Затем такси. Суэлин, мы искали вас. Мистеру Ильямсу нужно помочь. Чем помочь? Забудьте, что нашли меня. Забыть? Но вы наша единственная свидетельница. Только молчанием я могу отплатить за его доброту. И у меня семья в Китае. Почему? Я слышала. В тот самый день его голос в спальне. Очень сердитый. Разбитая ваза. Он все объяснит? Ему и так не верят. Мои слова только могут повредить. Вы понимаете? Да. Много горя приносит бесчестная женщина. А миссис Уильямс обманывала даже Торренса. Что вы знаете? В ночь его смерти она притворилась больной, а сама выходила куда-то. Она выходила в ту ночь? Сулин! Вы уверены? Да. Утром я нашла в спальне грязные туфли. Ее плащ лежал на полу, весь смятый, сброшенный наскоро. А в кармане ключ от номера в отеле. Сулин! Это доказательство, что они с Торренсом собирались встретиться после убийства. Какой отель? Я? Я не помню. Ключ. Где он? В ее кармане. Идем. Мы найдем Куинси и будем молиться по дороге. Держитесь. Если ключ не найдется, мы все равно не сдадимся. Вот, нашла. Да. Да. Вот он. Номер 302, отель, аэропорт. Похоже, это чудо. Китайское. Сулин смогла помочь хозяину. Сулин! Итак, едем узнать, с кем у нее там было свидание. Я дежурил в ту ночь, но такого не помню. Не помню. Сейчас сезон, у вас много гостей. Лейтенант, вот регистрация в номере 302 в тот день. Дональд Бакстер уехал в полдень. Мистер и миссис Бернс. В номере не ночевали. Бернс. Бернс. Смотрите, Куинсли. Тот же почерк, что на фотографии. А вот копия ее телеграммы, те же буквы. Смотрите. Б-Р-Н-С. Бернс. Это ему она посылала телеграмму. В номере не ночевали. Я вспомнил. Она ушла в полночь. Сказала, муж должен сесть на самолет. Куинси. Теперь все ясно? Нет, не ясно. У нас есть доказательства. Какие? Показания Сулин? Они лишь говорят, что она встречалась тут с неким Бернсом. А был ли он тут? Этого мы не знаем. Вы же знаете, что это был Джеймс Торренс. Да, если докажем это, его отпустят. Но этого мало. Жаль, но мы в тупике. Стой. Да, сэр. Чемодан для мистера Андерсона с вокзала. Отнеси наверх. Да, сэр. Прошу сесть. Дело Уолтера Уильямса. Продолжайте, Элдридж. Ваша честь. Мы вызываем миссис Айрин Уильямс. Прошу, миссис Уильямс. Поднимите правую руку. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Клянусь. Странно. Защита вызвала ее? Мистер Элдридж, зачем вам эта свидетельница? Для опознания почерка. Миссис Уильямс. Это фотография. Украденная из моей квартиры. Так. Судя по надписи Уолту, обожаемому мужу, Айрин, она принадлежит вашему мужу. Это ваш почерк. Разумеется. Я тронута его поступком. А телеграмма мисс Маргарет Хаббард тоже написана вами? Да. Итак, миссис Бернс, простите, миссис Уильямс, тут написано Джиму, обожаемому Айрин. Это вы писали? К чему все это? Отвечайте на вопрос. Это вы писали? Да. А письма мистеру Торренсу писали вы? Да. А это рубашка. Ваш подарок мистеру Торренсу? Зачем вы меня мучаете? Да. Я любила его. И он погиб. И в ночь его смерти вы встречались с неким Бернсом. Не знаю, о чем вы... Я такого не знаю. Я была дома. Да, снотворная. Значит, вы лунатик, потому что вы были в отеле Аэропорт и записались как мистер и миссис Бернс. Не пытайтесь отрицать. Вот карточка, подписанная в 9.20. А вот портье, поселивший вас в 302-й номер. А это ключ от номера, который вы неосторожно забыли в кармане плаща. Да, я была там. И что? А вот что. Мистера Бернса звали Джек Миссис Уильямс. Да. Вы виделись после? Нет, нет. Давно вы общались? Я не знаю, не помню. Она не помнит, ибо Джека Бернса нет и не было. Это был Джеймс Торренс. И вы должны были встретиться с ним после убийства вашего мужа. Это неправда. Увы, миссис Уильямс, я могу это доказать. Пижама, письма, фото, все эти вещи обнаружены вот в этом чемодане. В нем лежат вещи мистера Джеймса Торренса. Чемодан находился в багажной комнате отеля «Аэропорт» с 9 июня. На бирке написано «Передать Джеку Бернсу». Все, миссис Уильямс. Секунду, миссис Уильямс. Ваша честь, я считаю, что мы можем освободить Уолтера Уильямса и начать процесс против Айрин Уильямс по обвинению в попытке убийства. О нет! Дело Уолтера Уильямса закрыто. Продолжим в два часа. Ну все, Уолт, поздравляю вас. Спасибо вам, Куинси. Без вас мы бы не справились. Справились. Правда всегда победит, если ей помочь. А помощь у вас была. Счастливо. Наконец-то я смогу спокойно поспать и поесть. Отлично, Уолт. Мы ждем тебя обратно. Надо открывать завод в Денвере. Начнешь утром? Можно, советник? Еще бы. Отлично. Ну, бегу. Ну, тебе понравится Денвер? Надеюсь, босс. Да. Удар – это момент слияния двух судеб. Иногда к добру. Иногда к беде. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург». 2005 год. «Петербург» «Петербург». «Петербург» Продолжение следует...